И мои вот эти наблюдения подтверждают тот факт, что конечно армянская диаспора во всем мире Это конечно самые сильные, самые выносливые, самые дружные диаспоры Связаны ли это с национальным характером? Думаю, что да, с чем еще Армянам тоже приходилось выживать в разных окружениях На их глазах Кавказ поменялся просто категорически радикально На их глазах туда пришел ислам, причем пришел в тот момент, когда они уже были христианами Да еще и почти православными, скажем так На их глазах свершилось два громадных переселения народов Которые потеснили их в горы туда, где собственно сейчас Армения и находится На их глазах происходило столько всего, что я вспоминаю еще одну историю Которую мне рассказал Равин, один Адиштайнзальц из Израиля Это известнейший талмудист Он там переводил и Вавилонский талмуд, и многие другие книги талмудической и раввинистической литературы И он поехал с дружеским визитом в Китай Вернулся оттуда очень взбудораживание Он говорит, представляете, китайцы так давно живут, что все остальные для них дети Они давно не разговаривали со взрослыми И тут мы сели, но речь идет, видимо, о таких китайских мудрецах, которые приняли его И стали разговаривать Вы бы видели, как у них округлились глаза, сказал он про китайцев Они наконец-то нашли собеседника Вот это одиночество в цивилизации, когда уже трудно найти собеседника, потому что ты старый Это общая черта, конечно, евреев и китайцев и армян Все остальные кругом дети Видимо, от этого и такая, ни с чем не перепутаешь, да, армянскую или еврейскую печаль в глазах рождаются Вот именно что дети На глазах армян жили албаны, исчезли эти албаны Пришли арабы, потом персы, исчезли и они Затем пришли тюрки и живут до сих пор И спорят, чей долма, чей дудук, чей курдюк Кто был на Кавказе, а кого там не было Кто стер с лица земли Албанию А кто повлиял на культуру этой страны Младенец Азербайджан Науки которой и ста лет толком нет А гонора, как у девиантного ребенка Сегодня мы в очередной раз рассмотрим главу Зии Буниятова В книге Карабах «История в контексте конфликта», изданной на русском языке в Санкт-Петербурге в 2014 году Напомним, что Буниятов был и остается для Азербайджана крупнейшим ученым-албановедом Я подчеркну, для Азербайджана Известен также тем, что переводил арабские тексты на русский и азербайджанские языки Делал это от всей души, кибераскиарской, естественно, души Ибо в текстах термин «Армения» переводил «Аран» или «Албания» Прилагательное «Армянский» переводил как «Албанский» Иначе говоря, в своих переводах пытался стереть с лица земли все армянское, что находил в средневековой восточной арабоязычной литературе Однако, благо, что арабским владел не только Буниятов, но и еще почти 400 миллионов населения земного шара 350 из которых сами носители языка Оттого и фальш Буниятова несложно раскрыть, когда он читал «Армения», а подразумевал «Албания» Словом, толмач не копущий Теперь о его цитатах верены ему четвертой главе книги Уничтожая литературные памятники Аррана, григорианские церковники предварительно переводили их на грабар Это было проделано в частности с историей Агван Моисея Каганкатвацси, как, впрочем, и со многими литературными произведениями албанов Применяя термин «грегорианский», Буниятов, будучи албановедом, не мог не знать, что объекты его изучения, албаны, были такими же грегорианскими Один в один Не было бы Григория Просветителя, не было бы армяно-апостольской церкви григорианской, а значит, не было бы и григорианской албана-апостольской церкви Но это мелочи Необходимо бы знать, какие именно литературные памятники албан уничтожили армяне Неужели их было так много, что армяне создали специальную кафедру толмачей, которые только тем и занимались, что изучали албанские, затем переводили албанские тексты на гроба, а оригиналы уничтожали Подскажу озероученым одну мысль, до которой они сами еще наверняка не додумались Именно с этой целью мисс Роб Маштуд создал албанам алфавит Чтобы впредь понимать, что они пишут И, что называется, сбеземдеть Как вам такая идея? С вас госпремия имени Алиева Ну или канистра бензина Или баночка черной икры За мысль А вот что касается уничтожения всего албанского и не только литературного, но и архитектурного наследия Это уже надо спрашивать самих тюрок, ныне живущих на территории бывшей Кавказской Албании В Ереване Матинадаран крупнейший храм-книгохранилище Фонды Матинадарана насчитывают более 17 тысяч древних рукописей и более 100 тысяч старинных архивных документов Наряду с армянскими рукописями, коих 11 тысяч 230 полноценных и 2200 фрагментальных, как указывает нам сейчас официальная статистика Здесь хранится более 2000 рукописей на русском, латыни, арабском, сирийском, греческом, японском, персидском и других языках В фондах музея хранятся 2281 древнепечатных книг Коллекция Матинадарана является ценной научно-исторической базой для изучения истории и культуры Армении А также соседних народов Кавказа, Ближнего Востока А что в Азербайджане? Перед вами кадры древнеалбанской церкви в азербайджанском городе Закаталы Именно в таком состоянии находится албанская церковь Именно с такой трепетной любовью в Азербайджане относятся к албанам Так относятся, что защищают все албанское от армян Да так увлеклись защитой албанских ценностей, что и не заметили, как разрушили албанскую церковь их предки Что говорить об албанских книгах из бумаги, которые легко сжечь, если каменные албанские изваяния легко снести И сносят до сих пор Где-нибудь подальше от Баку, чтобы иностранцы не видели На севере Азербайджана стерты с лица земли албанские творения А на западе Азербайджана сносятся армянские творения В тихую Планировалось тихую, конечно, да, не удалось Зато иранским пограничникам удалось заснять, как с ума сходят их тюркские соседи-азербайджанцы И прямо близ границы с Ираном на Чеджеванском крае беспощадно расщепляются армянские могильники Хачкары, крест камни Цитируем далее Неверным, на наш взгляд, является твердое убеждение некоторых ученых о том, что Каганкатвацы был армянским историком Уроженец Аррана Каганкатвацы – единственный автор, оставивший нам единственную летопись своего отечества Которая доводит нас до событий X века Такая логика присуща азербайджанскому смыслу Родился в Аране – значит Арам Родился в Гяндже – значит Азербайджанец Как в случае с Низами из Гянджи Родился на историческом Аране Почему тогда он не аранец? Почему он азербайджанец? Хоть и перс И в отличие от Низами, азербайджанца, в кавычках естественно, родившегося в Аране и писавшего на фарси Каганкатвацы на армянском писал И был армянином И об этом факте говорят большинство независимых неармянских источников Серьезные труды большого количества мировых историков и востоковедов К примеру, в книге о Коране, его происхождении и мифологии Известного востоковеда-исламоведа Люциана Климовича Изданной в Москве издательством политической литературы в 1986 году В главе «Халифат и его завоевание» Автор пишет о сожжении в церкви тех народов, что отошли к исламу И упоминается Каганкатвацы в качестве армянского историка Климович пишет Эти церкви до сих пор называются сожженными Аль-Мухтарика Факт этого клятва преступления и сожжения подтверждается и в произведениях других историков Как арабских Аль-Баладзури, так и армянских Гивонда, Муфсеса, Каганкатвацы, Киракоса, Ганзакицы, Вардана В армянском происхождении Каганкатвацы пишет также крупнейший специалист По исследованию истории, культуры и искусству Закавказья и Ирана Камила Трейер В своей научной работе «Очерки по истории и культуре Кавказской Албании» Также в энциклопедии Ираника В статье об Аране В работах профессора Оксфордского университета Роберта Томпсона Археолога и историка Михаила Артамонова В конце концов, как минимум в сотнях трудах мировых ученых Не считая, кстати, армянских Я бы рекомендовал почитать работы тех, кого перечислил Особенно будет интересно интересующимся востоковедением Регионам Ближнего Востока и Закавказья Тоже я бы рекомендовал и Азербайджанской Академии Наук Ну а пока Азербайджанская Академия чешет затылок И задается вопросом, нужно ли им это Мы перейдем к следующей цитате Буниатова, которая гласит Албанский язык исчез в результате григоринизации населения тех областей Которые в период арабского завоевания остались вне сферы арабского влияния Язык албанов стал исчезать после X века Хотелось бы заметить, что если бы у армян была бы изначальная цель Арменизировать Албан или, как пишет Буниатов, григоринизировать То армянам, в частности Месропу Маштоцу, не нужно было бы создавать Писненность албанам, чтобы они могли отправлять богослужения на своем родном языке Достаточно было бы того, что у армян имелась своя письменность Осталось бы только научить читать албан на армянском языке Как это сейчас делают, например, мусульмане Независимо от национальности, читая Коран на арабском языке Что касается второй части реплики Буниатова То язык албан стал исчезать в X веке Потому что сама Албания Кавказская исчезла в X веке при халифате И если при этом самом халифате язык албан только стал исчезать То при нашествии тюрок он и вовсе исчез Уже окончательно исчез в XIII-XIV веках Тюрки никогда не оставляли после себя живой травы В прямом и переносном смысле У того же ученого, русского историка, исследователя Михаила Артамонова В книге «История Хазар» в главе, где автор описывает торжение тюркютов в Закавказье Имеются такие строки Ужас охватил жителей Албании Сбежавшихся в столицу Портав Когда они узнали о судьбе Чора Не надеясь выдержать натиск страшного врага Они бросили свое имущество И устремились оттуда в поисках спасения В горы Арцаха, Карабах Тюркюты настигли часть бегущих у подножия гор Близ селения Каланкатуйк Подобные труды есть свидетельства о том, как исчез албанский язык Литература и культура албан Да и сам народ Спрос стюрок в регионе Ни с кого более Да и самого автора столь ядренной теории Не спросишь Оставил после себя вож в виде женщины по имени Фарида Мамедова А сам отправился к праотцам Славным чернобаранникам Карагуюном Свои же и отправили Буньятова в мир иной В 1997 году По сообщениям азербайджанской прессы Отца азербайджанской науки Застрелили в подъезде собственного дома в Баку Согласно официальной версии Убийство организовано членами бакинского филиала Хезболлан Которые объявили Буньятова членом израильской спецслужбы МОСАД И в том, что он распространял сионизм в Азербайджане Вряд ли Буньятов ожидал нож в спину от единокровников Ведь всю жизнь их оболбанивал Втаптывая все армянское как можно ближе к ядру земли А тут шальная пуля от соотечественников Похороны Зии Буньятова оплакивал даже сам великий вождь Гейдар Алиев Греба Гаруны Гагимци Гаг Citizens Гагимци Гаг screens Как же не поплакать-то? Ведь ушел самый способный из способных членов Азероакадемнауки. Она просто осиротела без него. Буниатов был не просто рыбешкой, а рыбой крупной. Вот такой. Или даже такой. Точно, именно такой. Именем Буниатова назван проспект в городе Баку. Хотя его имя не достойно даже тупика. Но властям Баку виднее. Не ровен час, когда и в честь Рамиля Сафарова будет назван пригород Баку. Например, Сафаракент. А что, ведь есть же в Калужской области город Жуков, названный в честь героя СССР маршала Георгия Константиновича Жукова. Продолжение следует... Продолжение следует...